Привет! Ливой, яблоко! Ливой, яблоко! Привет! Привет! Всем привет, всем здорова. Вы на канале у Черновых. В Черновых приехали. Не ходи по стелку. На улице жара. На улице 2-3 дня жара будет. И поэтому мы сегодня в расторе с Наташей. Мы говорим, что Наташа очень жарко. И я такой, поехали на пляж. Приехали в Юрмед. На наш любимое место Юрмалтемс. И мы думаем, что здесь никого не будет. А здесь есть люди. Здесь ветерочек сушит. Давай к дюнам. Я не хочу лежать. Хожу, а не ходу. Хожу. Палатку надо было брать? Да. Смотрите, как она красивая. Да? Но даже когда приседаем, здесь ветрено. Да? Немножко ветрено. Нормально. Ну, замерзнем, поедем домой. А мы всегда приезжаем в это место полчасика и сваливаем. Двигайся, здесь мое будет. Мы, кстати, потрогали уже воду. Ну, честно говоря, вода прохладная, но купаться можно. Что? Какая акула? Что ты говоришь? Это парусник там, акула. Ну? Я нашла вот такие вот стеклы, которые были. Сначала достаточно стеклами, а теперь такие. А теперь я нашел камень под папиные глаза. Прямо реально. Прямо, да. Пойдемте посмотрим. Видите, там трава морская. Янтарь нужно найти большой. Янтарь. Давайте поищем теперь янтари. В этой морской траве должны быть янтари, дети. Где? В этой вот морской траве внутри должен быть янтарь. Внутри? Да. Если найти большой янтарь вот такой вот, то он стоит большие деньги. Ох, какие-то рабочие. А его можно будет продать? Да, конечно. Папа, я ищу. Вот давай, иди делай бизнес. Ищи янтарь. Кстати, ребята, я его очень люблю найти, потому что он немного камней и не подрывов очень не так. Нет, друзья, походу, что не в сезон янтарей здесь нет. Что дети делают? Дети ракушки собирают. Нету янтарей, нету. Вот, смотрите, какая красота. Ну, Поля, ну. Красивый. Ян, где он, где он, где он, где он, где он, где он, где он? Насколько большой, что он потерялся. Вот янтарь, настоящий. Я его заберу. Бери. Так, мы сейчас собрались и идем в машину, потому что дети захотели есть. И, по идее, мы здесь провели полтора часа. У меня целая ладушка стекол. И самое главное. Дети нашли стекла, которые уже море обтащило. Знаете, такие очень-очень красивые. И все, сейчас вот выходим и поедем в магазин. Смотрите. Привет. Заехали в Ниццу сейчас. После Юрмал-Темса. Здесь очень близко. Сейчас купим продукты домой. Вот, честно, даже не нужно в город ехать за продуктами. И все можно купить здесь. Здесь в магазине все намного... Ну, все, много есть. И цены бывают даже намного дешевле, чем у нас в городе. Это не значит, что я говорю по телефону. По телефону. Знаете, что мы знали, что есть стоп еще. Есть три магазина. Да, да, да. Даже, может, четыре. Но вот этот магазин наш самый любимый. Давайте, давайте, заходим. А то дети хотят кушать. Приехали. Так, что мы? Да, сейчас я поставлю белье на джим. Ничего такого мы не взяли. Маленький пакетик в магазине. Взяли с Настюшей. По бутылочке пива или бульте. Мне здесь Маргарита. Я не помню. Прошлое это или поздно прошлое это. Подарила сумочку Изары. Она сказала, что Кириллка, это Изары тебе сумочка для дров. Я парочку раз в ней носил дрова. Не, ну, конечно, удобно. Прикольно. Но она пачкается из-за этих дров. Потому что дрова грязные. Там пыльные, мусорные. У них много. И я придумал лайфхак. Та-дам. Вот такая вот сумочка. И смотрите. Кладете туда полотенчики, одеялся. И на пляшанное вообще идет. Офигенно классно. Хоп. И пошел. И все. Шикарно, да? Пришло время стерить наш ковер. Который мы мыли. И который мы ждали, пока он высохнет. Так что давайте будем стерить. Вот сюда вот. Вот сюда. Это просто идеально. Он сюда подошел вообще. Сейчас покажу. Ну, смотрите, какая красота. Теперь золотое правило. Обувь снимаем здесь. Сняли обувь. И вот так вот мы здесь ходим. Офигительно. Мне так нравится. Вообще прикольно. Реально. Так мягенько. Так чистенько. Шикардос. Только нужно это с этим что-то сделать. Убрать. Уже не знаю на улице? На улице я сейчас тоже это постелю. Один маленький ковер. Потому что ты не хочешь снимать? Потому что там битон. Нет, теперь будет. А если будет коврик? Да, коврик будет теперь постоянно. А почему ты выбираешь это? Я не знаю. Я же. Забочусь о них. Постелили здесь такой вот коверчик. И теперь все. Снимаем обувь. И заходим сюда без обуви. Шикардос. Настюшка там готовит на обед у нас что-то. Мне кажется, будут макаронки. Будут сосисишки. И будет какой-то салатик. Она там приготовила. Вот это нам у нас на обед сегодня. Макаронки. Салатик из помидорков. И... Ой, макароны, салатик из сосиски. Как будто бы можно сказать, что мы мысленно начинаем ремонт в прихожей. Мы только быстрее его сделаем. Да. Увозим мебель. Господи. Мне кажется, просто сидеть, посидеть и просто кайфануть. Боженька в помощь. Или тебе помочь? Ну, это тяжелая. Подожди. Нет, я возьму, что я пониже. Давай ты возьмешь здесь, а я вот там. Аккуратно там зеркало, ладно? А вы это куда? К бабушке. Боб-строитель. Все построят. Боб-строитель. Без проблем. Так, мы приехали от родителей. Посидели, поболтали. Так, угостили нас зеленушкой. Здесь кинза. Да, укроп, петрушка, лук зеленый. Да. И убери, пожалуйста, эту, кто-то на салате ползет. Видишь, вон там, на листочке, вон там. Это надо перебрать будет его. Помыть его надо будет. Да, завтра. Помыть и перебрать. Салатик. Только с грядочки, все. Наелась там у зеленого... Дети заорали. Поела у нее там зеленого горошка, кржовника, щавля просто поела. Кисленького захотелось. И вот приехали. Жду стирку. Еще одну. Ой, это вкусно пахнет здесь. Мы развесили белье. Эти повесили под крышей, чтобы от солнца не выгорело. Ну, костюмы наши обычные. Чтоб не выгорели. Футболка. Кирилла штаны и мой костюм. И нужно еще повесить стирку. Малышня с сада вернулась. И наши уже туда сразу же поехали. До родителей я натирала делать пирожки. Год закончила. Это со шпиком такие. Ой, я забыла кунжутом посыпать. Сейчас посыплю. А эти я сделала огромными в этот раз с рисом. У меня просто начинки много осталось. И ничего с ним не случилось в холодильнике. И вот вы писали что-то про салфеточку там разрезать. А я вот так вот придумала. Просто салфеточку чистую берешь. И намазываешь. Как будто нормально получается. Сейчас сверху кунжутом. И можешь кунжутик принести? Он там где специи у нас лежит. Да. И будет еще пирожки. Надо же было доедать. Тесто, кстати, докупили. Две упаковочки. Ушло полторы. Я все посыплю. Ты хочешь посыпать? Посыпь. Мы в этот раз не перепутаем пирожки. Они разной формы. Много. Кто-то морет. Дети. Побольше сыпь. Все. И это в духовочку отправляется. Кирюша, на работу. Пирожочки очень горячие. Очень. Спасибо большое. И вот так вот у нас здесь выглядит все без... этой нашей, как ее называть, прихожки. Очень страшно, да? На фоне особенно вот этого. Это очень все страшно. Но мы в процессе ремонта. Здесь мы ничего не будем делать. Приведем окно в порядок. Тоже там покрасить. То-се. Поменять пол. Здесь останется пустой угол. То, что он прям, знаете, на проходе. И здесь останется только холодильник. Покрашенные стены. Печка. И сюда мы тоже в Икеа купим такую штуку, короче, для кофт, курток и обуви. Ну, естественно, это уберется все. И заменятся окна тоже все красить надо. И снять вот эти железные дедушкины еще жалюзи. И мы еще думаем, что мы туда хотим. Тюльку мы туда не хотим, да? Тюльку. Ну, вот сюда. Нет. Лучше жалюзи рулонные, как в доме у нас на кухне, которые полупрозрачные полосочками, что можно полностью закрыть, а можно открыть и свет. Так будет лучше, потому что на зиму можно закрыть, а на зиму можно открыть. Совсем открытое не хочется там. Будет красиво, когда чуть-чуть закрыто. Ой, будет красота! Я говорю, смотри на картинку, да? На фоне, сотри, так страшно. Ну да. Видишь, как просто, да? Ну, это Ева окно сгрызла еще. Но это почему такое окно, что это у нас Ева пыталась выбраться. Но это было давно, вы знаете, эту историю. Она сгрызла нам окно, когда мы ее дома одно оставили. И на фоне этого, да, смотри. Ляпота. Так, слушаю музыку. Сняла одну партию белья. Вот здесь тоже я сушу такое мелкое, что-то, знаете, носочки. Максимка пришел покушать. Мусор сжигаю. И пойдемте посмотрим пирожки. Ну вот. Кирилл забрал. Такие вкусняшки получились. Все. Можно даже про завтрак не думать, да? Можно просто поесть пирожков. В следующий раз хочу сделать блюдо, которое Маняша делала на Лига. И, кстати, вы задавали вопрос, как она делала. Слоеное тесто, не раскатывая ничего, нарезаете на квадратики нужного вам размера. И кидаете в духовку. Они поднимаются, запекаются. И потом вы их раскрываете пополам. И туда любую начинку. Она одну начинку сделала творожный сыр, колбаска, противокропчик, что-то такое. Было безумно вкусно. Ну, есть вкусная колбаска, конечно. А вторые вообще топ просто улетели сразу за секунду. Она намешала лосось, авокадо, творожный сыр и свежий огурчик. И намазала там внутри. Закрываешь обратно. И все, подаешь. Вот такая закуска. Это было очень вкусно. На следующий день это тоже было безумно вкусно. Имейте в виду. В следующий раз тоже хочу такое сделать. Продолжение следует... ну что я себе лишь к повесила еле влезла тут и тут полные веревочки темная которая стирали днем она уже высохла сохнет очень быстро и вот утром будет это сухое потому что погода обещают прекрасную завтра будет еще жарче и сейчас просто великолепная погода смотрите какое саунушка идите здесь бардак да мне не нравится вообще пионы нужно подрезать вот эти головки все нужно обрезать и что-то надо с этим деревом делать даже в кофте жарко я напарила думала может проход на кресле у меня жарко я тоже уже пойду буду отдыхать завтра вставать по будильнику рано 8 8 это рано я кстати сегодня утром в 5 5 20 или в 5 30 проснулась за почему опять без маски потому что спала и думаю неужели восемь или девять уже так светило солнце так орали птицы пели ладно вру орали смотри 5 25 29 до было думаю сходила в туалет и думаю блин а может не спать но так классно утром на даче обожаю просто но нет а потом это легла и ну конечно вырубилась все везде порядок чистота мы пойдем укладываться спать с вами увидимся завтра пока